Так они же этим пацаном вообще катали миллиард раз! Не хочу, понял. Дебарка понятно. Дебарка сильный герой метовый, плюс она хорошо стоит против SF. Но как и она стоит против SF воздушными и Баунти Хантера, это уже другой вопрос. Неприятно стоит, но у нее есть Living Armor, хоть что-то. Это не то. И когда он появится, тоже непонятно. В этом патче, когда XP урезали, ты свой Living Armor хрен знает, когда получишь. Учитывая, что тебе на первом надо инвизировать. На Dream League только что греки проиграли у Веги со счетом 32-6. 32-6? Я просто видел где-то 1-3. Шесть фрагов сделали, Мадара закончил 3-2-2. Нормально, нормально. Такими героями можно и 3 хард пойти против Сэмки и Баунти Хантера. Боже, это Рейс Кинг в трипле, это же самое вообще... И троксир всего легкое. Да, это круто. Это реально круто. Быстрый левел, быстрый движ, хорошее перемещение и поехали, поехали, поехали. То есть фишка в том, что тебе придется Баунти Хантера стянуть на легкую. А если он не придет, то там будет просто фрифарм у ВК. Ну и Na'Vi нужно чем-то ответить. Восемь секунд, очень мало времени остается. А урса сейчас какая-то будет. Террор лейт, почти урса. Такое. Да, вообще такое. Вот реально, вот единственный комментарий. Такое. Вот реально не совсем. А мне нравится два ранжевика под СМ. Смотрите. Да тебе нравится, что Баунти Хантера пикнули. Да нет, Баунти Хантера я вообще... Объясняю, если интересно. Давай. Фишка игры с Террабвейдом в том, что у тебя должен быть сейв. Хочешь что-нибудь. То есть даже, например, Саленсер это будет как сейв. То есть он нажмет глобал, ты можешь нажать Сандер. Все, круто. У тебя должен быть Тускар, Омник, Абадон. Любой там саппорт герой, который может банально подсевить. Под хил или спрятать, или еще что-то. А здесь что мы видим? Ничего. СФ, Баунти Хантера, Кокер Кит СМ. Если нападут на Террабвейда, его просто убьют и все. Но ты никак не поможешь. Да. Ну то есть я не понимаю пика последнего. Опять таки вариантов, по-моему, починить этот пик было намного больше, чем Террабвейдом. Короче, я за Нави. Да это понятно, что ты за Нави. А я за... Я же хейтер Дэнди, я же сказал. Вот, кстати, в чатике пишут, что очень круто заходил бы Свен. Вот Свен, да. За Свен, я думаю, боярще, чем в ВК заходил бы. Ну да, там можно было скомбинить Ваку, Станчик и можно было развернуть. У Свена еще Арморыч есть. Ну тогда бы не было Террабвейда, скорее всего. Ну хотя, черт его знает. А без разницы. Тут же ВК, он ничего не меняет. Просто герой как герой. Поехали. Да, третья решающая карта. Санейка уже отправляется вардить. Стоит интересный вард на хайграунд. Будет следить за перемещениями лесными. Нет, Пупей. Тоже уже бороздит. Или сам Дасты уже сразу купил. Сентряк также имеется. Просто аккуратнее надо быть. Вон тут вовсю Дэнди фармит души. Ну и что мы идем? По линиям то, что Сикриты стоят в легкой. Драксир в харде. Ну то есть самый дефолтный лайнинг. И я этого не понимаю, если честно. Ну а как по-другому? То есть у тебя в райске фрифармит. А в райске у тебя Террабвейд фрифармит. И у тебя щитный парк в виде страдает. Ну что-то фигня какая-то. Может они передумали. Ну то есть. Короче не знаю. Мне кажется было гораздо лучше пойти и Трихард. Против таких героев. Ладно посмотрим, что в итоге получится. Поехали. Нави Сикрет. Да, да. Извини. Помнишь я говорил о том, что Сиво убивает? Да. Я не знаю почему они сейчас этого не делают. Потому что Сикриты в каждой игре, когда мы против них играли, у нас было пару игр. Ну ходили на руну. Да, да. Вот в этот тайминг ты приходишь убиваешь Сефу души. А что делать Сикрет? Контроливать свою руну? Короче я не знаю. Ну они их забрали. Ну побоялись. Опять таки это уже третья карта. Возможно побоялись. Возможно думали, что нави будут к этому готовы. Как бы если про это даже в нашем эфире. Ну да. Логично. Так. Санэйка будет в миде тусоваться. Нажать смог. Нажать до 100 убить Баунтихантера. Если бы он там стоял. Ну ладно. Санэйка сразу будет Мидуан щеметь. Мидуан уже отъедается. Пока мисс от Дэнди. И вот они пошли. Тычечки. Очень больно здесь темпларки. Ты посмотри сколько урона залетело. Она еще к крипам не подошла даже эта темпларка. Тяжело здесь будет. Очень тяжело. Ну таки мы видим, что секреты выиграют все линии. О, секреты и нави выиграют все линии. Вопрос то, что будет дальше. Линии то выиграть это хорошо. Что дальше? Вот на топе Витя встрял. Понял. А и кстати умирает он. Вот это обидно. А Коги? Это лишнее. Да. Не надо было здесь конечно же. Ну что именно лишнее? Коги оставить? Нет, а что он умер? Клоку тяжело. Он в лес уйти не может. Да нет. Почему тяжело? Ты закрываешь крипов. Линия отягается. Вот он опять умер. И это по ходу тоже лишнее. Нет, я сейчас должен убежать все-таки после стана. У него Коги сейчас есть, но он не закроет уже. Тычечка. Нет. Ну Витя. Витя сейчас нас видел очень много. И один раз еще куда не шло. Второй раз он совсем был ненужным. И в итоге... Ему сейчас пешочком бежать туда. Да. Потому что ТП то он потратил после первой смерти. Без толку. Посмотри что сегодня происходит. Она пушится не до него. Ну как бы да. Если бы он даже с ТП летел, он бы все равно не получал здесь экспы. А мы видим, что быстренько два саппорта команды Сикрет оставляют здесь импи одного. Могут уйти все спокойненько. Здесь цемка не погоняет конечно Кизу. Пайк отфармить. Кизу тоже будет понемножку подфармливать. В общем начало не самое крутое. Это факт. Да. Стоит отметить то, что нет крипов у тембларки. В смысле? В прямом смысле ноль. Ну в прямом смысле ноль. Ну вот сейчас первый. Первый крип. Это трагедия. Да. Это действительно неприятно на третьей минуте. Ну это ты же прекрасно готов к тому, что ты пустой против Сэфа. Это проблема в целом. Ну скажем, мне кажется это проблема в целом драфта. А не то, что Мидван плохо сыграл. Да нет. Мы ни в коем случае не говорим, что Мидван плохо. Мы говорим про то, что ему тяжело. Там Санейка поселился в Мидле. Но он к этому должен быть готов. Ну а ты к этому готов. Ты не умираешь. Команда. То есть ему должны уже пойти постакать там лес. Чтобы он пошел, не знаю, на четвертом левеле начал фармить какие-то стаки. А пока Клокверков стакают. Ну Клокверк да, тоже неплохо стакать его. Но сейчас может вот Тринд стакнет. Да, у Дэнди конечно здесь все замечательно. Может Тринд стакнет все-таки или... Ну ладно. Нет так нет как бы. Не очень то в принципе и хотелось. Да. Ты же не можешь. Стоять опыт брать. Че ты давишь? Че ты сидишь и давишь на нем? Ты же не можешь Мидванам сказать Пупе иди стакни мне. Да, я согласен. Мы видели все как выглядит Мидвана как Пупе. Я бы тоже на месте Мидвана не боковал. Не просил стакать? Он возможно и переключился на Эншентов в этот момент. Смотрит. Может Пупей стакнет. Такой ну нет. Как и ты говоришь? Ну нет и нет. На 2-1 у Мидвана 20 на 29 у Дэнди. Ладно эти там 29 можно не считать. Да нет. Их надо считать. Там 13 денаев было и все остальное он сейчас уже добивает на линии. А вот генерал. Витя. Витя живи. Витя машина уходит. Витя машина. Сейчас действительно машина на этом роботе пытается бегать. Так Пупей. Второй давел хочет получить. Четвертый у нас мы видим уже пайкат. Ну не нужна какая-то помощь Мидвану. Ну 2-1 на четвертой минуте у человека. Ну помогите же ему пожалуйста. Ну лол. Ну это прям обидно уже. Не идет. Еще руну заберет Санейка. Она вообще не появится здесь. Ладно появилась. Слушай Санейка бежать отсюда. Бежать бегом. Ну и все Санейка уходит. Уходит. Ну Энж там пофармит. Балтируну украл. Да что ж ты делаешь-то Садюга беда милая. Четвертый прожмет. Да только в это время уже все нет. Это не день Бэкхама как говорится. Да это не день Бэкхама. Ну нормально. Лесных хрипов можно пофармить. Две пачки этих и заработать хоть что-то. Реально хоть что-то можно заработать. Мы видели миллиард раз когда вот так вот прогоняли мидера с линии. И очень очень хорошо и круто из таких ситуаций выкручивается мидер команды Ликвид. Там неплохой парень у них играет в мидер. Он очень любит на Эмбере. Ликвид. Да в Ликвид там хороший мидер есть. В ЛГ тоже очень круто играет. В ЛГ тоже неплохой мидер который да любит когда его загнобят. А как мидер Лесник. Это как Ротикей. Хорошее примечание. В оффлейнер который Лесник. У него позиция полтора. Не у него позиция не один а ну то есть не два и даже не два с половиной у Анны. У него. Фидер джанглер. Да. Ну Миракл очень любит его команда очень любит забросить и он в лесах потом вылезает из этой проблемы. Ну и Анна. Тоже у него там плуа такое что надо. Надо. Команда сказала надо и он пошел. Так. Пайкат. Все хорошо. 36 на 7. Первый крипстат на карте. У Дэнди. Ты представляешь сколько Денаев? 45. Он просто уничтожает всех крипов. Он держит линию дальше там на месте. Темпларка 8 крипов убила. То есть она 6 крипов в лесу убила. Сбегала на базу. Возвращается в тот же лес. А как бэкаться от темпларки? Я не знаю. Расскажи пожалуйста. А то что он делает это из опции. Ну ему нужна помощь. Ему надо чтобы дерево стакало лес. Да. А почему дерево не стакает лес? Ну спроси у Купея. Сейчас я ему пишу. У меня есть его номер телефона. Сейчас я ему ватсап напишу. Стак не лес. Он создает какой-то псево прессер. Пайкат. Ну кстати прессер хороший. Прессер очень хороший. Есть сейф. Риатом. Это проблема. Сюрж потрачен. Бивер. Есть форма. Хезу можно убивать. Санейка. Есть фраг для Сикрет. И все уйдут. Все уйдут. Пупей. Нет. Пупей не уйдет. Почему Пайкат так далеко убежал? Он же мог стрелять и стоять спокойно. Ну побоялся, что футболтом его там зацепят еще каким-то. И может умереть. Но в итоге один в один размен. В принципе неплохо для Na'Vi. Два саппорта было здесь. Дерево убили. Мидман вернулся. Еще. Еще. Фишка СФ. То, что с апреляной минуты. Ну когда он седьмой уровень примерно. Он дает два кайва и идет фармить лес. Ему это очень выгодно. Ну тогда он оставляет лес мид для мидмана. И... Да, да, да. Но... Он при этом набирает икс 2. Слишком. Нет, икс 2. Там икс 4 или икс. Там очень много. То есть ему гораздо выгоднее так. А не просто стоять и все криповы убивать в миде. Пока Тепарко фармит лес. То есть... Но сейчас он будет разгоняться. Но мы видим, он сам себя стакает и не аншентов. Да. Бросили на произвол судьбы называется. Кыдалово. Так, ну что, мидуан. Битва с собаками. Он играет в MMORPG. Он вот первого уровня появился. Ему надо выполнять начальные квесты. Побей волков. Так, а Дэнди в это время... Беснуется, конечно. У него все замечательно. Так, тут у Бивера проблемы. Семечко закинули. Бивер, наверное, не уйдет. Подходит сюда иллюзия ТБ. Она его не спасет. Да. Обзор Килинг Спрей. Ну, нужные фраги свои секреты делают в начале этой игры. Несмотря на то, что они проигрывают мид, тут работает хорошо. Если честно, три героя на одну Crystal Maiden и трата времени... Не-не-не. Здесь все нормально делают секреты. Непонятно, что ТЦМка делала. Насталил все в деревьях. Глубоко за Тауэром и получал опыт. А в итоге он что делает? Он опять летит умирать туда. Ну, они сейчас подраться, наверное, хотят, нет? Ну, хорошо. Убьют, да. Здесь убьют. Здесь совсем не позиции саппорта. Неплохо. Здесь Дэнди. У Дэнди много атаки с руки. Он того Рубикона, я думаю, с четырех плюх уберет. Ну, вот самое главное в этой всей ситуации, что Мидван все-таки понемножку просыпается. Да, у него 2200 Нетворса. Догоняет Плокверка. Догоняет по немножко Кизу. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть эта Темпларка будет разгоняться. Ну, совсем по чуть-чуть, но будет. Нет, нет. Ладно. Этот герой, наверное, самый сильный в плане разгона. Допустим, есть Алхимик, Мип, а вот темпларка, наверное, топ-3. Ну, Эмбер еще неплох. Ну, да, темпларка. Нет, Эмбер не фармит стаки эндшитов. Ладно. В этой игре здесь нет стака эндшитов. Сорри. Не в этой игре. Подожди, вон там кто-то стакает. А нет, это и бьют их. Это их не стакает. Их просто бьют этих эндшитов там сейчас. Я обзор поломал в арт. И приятно. Мидван все-таки за фармил эндшитов, да. ВТшечка сейчас появится. Ну, согласен, да. Действительно, здесь Мидвану не помогают. И вынужден он сам выпутываться из этой ситуации. В общем, выход в спину ему пошел. Да, подходит сюда пайкат. Есть замедление. Есть Living Armor. Пока висит. Есть еще Refraction. Дэнди. Закинули его далеко. Подлетает сюда еще ЭМП. Будет ли станчик? Есть станчик Дэнди. А бить его не хотят? Ну, хотят. Они его даже бьют. Ну вот развернуться и сейчас его побить вместе с бивером. Не? А почему не хотят станчик будет? ВК смысл? Ну, просто скинулся по тычке. Короче стики. Ай-яй-яй. Что делает Terror Blade сейчас? Объясните мне, что делает Terror Blade. Текает ЦП Кло. Да нет. О, ладно. Здесь с нами просто должны были уходить. Ну, на самом деле здесь уйти сложно, потому что уже трапы есть. И я зря развернулся давать скиллы. Надо было ему просто бежать. От СМК подставиться, чтобы его убили. А ему, кстати, тычки не хватило, Илюх, чтобы убить. Нет. Ну, чтобы выбить Рейдкарнейшн. Нет. У него маны не было. Проблема была в том, что у ВК не было маны. Было, было. Он бы там прожал. Я уверен, что он прожал. Он нажимает сики, умирает, замедляет троих героев, встает и все умирают. А что, ну... У него летела последняя тычка, и он дотянулся до Шрайна. Я думаю, что вряд ли это был Calculated. Скорее всего он потерялся. Не знаю. По-моему, тут, короче, нави напортачили. Это было тоже опять ни к чему. Не, то, что там надо было сразу просто бежать, это ясный красный, но... Был какой-то у них шанс, я не знаю, ВК убить. В любом случае, они там все погибали бы. Пайкат, начинают выжигать, пошел телекинез, я обзор. Видите фейкболт. Он что, в соло убьет сейчас Пайката? Да. Да? Он убил в соло Пайката. Ну, мидвана там убили в миде, я обзор, ничего не мог сделать. Пайкат. Кой скилл был у Рубика, извините, я ведь смотрел. У него был щиток Дарк Сира, но это на него повесили просто. И он иллюзии создал ТБ, которое его било. Ну, рефлекшн. Да. А, понял. Тут, наверное, проблема в том, что у Терабейда в 8 уровне нет Сандера. Наверное, поэтому и убил. Ну да, если бы у него был Сандер, он бы просто свапнулся хп с Рубиком тут. Допустим, когда Рамзес играет, я наблюдал, он постоянно у него скиллпоинт один есть. На любом уровне, после шестого. То есть он ничего не качает, чтобы, если что, нажать и выжить. Или убить даже. Ну, так делают люди... Топ-2 мажора? Те, кто проиграл в финале мажора, вот так скажем. Чтобы вы не зазнавались там особо. Особенно Рамзес, который сейчас слушает, скажет. Такой, да я, блин, сейчас вот всегда держу свой бой. Я их мидера на Урсе. Ладно, я их мидера на Урсе. Нет, без шуток, действительно, довольно странно, что не было. Как бы, абсолютно очевидная вещь. Когда ты стоишь, фармишь, ну, кто-то ж может прибежать. Тут есть люди, там, скоро Рейс Кинг будет с блинком. У него уже 9 уровень, но сейчас есть скиллпоинт хотя бы. Олег, расскажи людям, ты много матюкался в Трусайте? Маме не будет стыдно показать этот фильм? Блин, я с ней поговорю на эту тему. Я попытаюсь себе донести, что я уже взрослый человек и могу выражаться как... Как требовалось в этой ситуации. Не забудь добавить, что они этого заслуживали. Обязательно. На самом деле, ребята, ну, как бы любят выражаться и ты неосознанно, как бы ты себя не контролировал, как бы тоже начинаешь выражаться. Это понятно, это эмоции и... Ну, я думаю, Валва поработает, конечно. Да, мне кажется, это будет супер. Это прям лучшее, что вообще можно у вас сделать. Потому что, ну, это будет очень здорово. Ну, я говорю, я присутствовал при части этих записей и слышал, как и OG общались, и вы. Я лично очень жду этот фильм. Ну, конечно, я не слышал то, что происходило в кабинках. Вот это, наверное, самое интересное. Потому что между матчами это одно. То, что происходило в кабинках, это совершенно другое. Молодцы. Действительно, Валва за это решение, вот за такие съемки, за эту идею. Ну да, кому интересно на Fnatic, которые здесь бандились смотреть? Ну, если честно, я признаюсь, я не смотрел ни одного трусайта. А, ясно. Ну, мне было неинтересно. Мне было неинтересно, я увидел про что, но мне неинтересно. Ну, что мне интересно смотреть про Fnatic? Ну, что там интересного про команду, которой уже нет? Ну, как бы... Зачем? Я ни одного даже не смотрел. Но этот посмотрю. Ну, это понятно. Так. Там же Рамзес на Урсе. Мидера. Да и сейчас тут нападение какое-то на SF, а потом я объясню, что прикол. Так. Койл раз. Рейндропы выбили. Пошел станчик. Украли, кстати, Shadow Race сейчас. Дэнди. Клокверк врывается. Есть ультимейт от Пупея. Дэнди пытается раскастоваться. MP, Блэйдмейл. Дэнди он должен добивать. Да, Дэнди добивает. Отлично. Он сам теряет жизнь первую. Здесь проблемы огромные у Акбара. Акбар пытается выжить и вживать. Это в жизни выживает. Слушай, MP там накидают. MP накидают. Хотя хороший вакуум от Хезу. MP скорее всего спасется. Уходит в Рошпит. Там Вижена по нему нет. Пайкат в форме. Есть ускорение. Зацепит ли здесь телекинезом кого-то Ябзор. Видит Пайкат. Есть телекинез. Можно подтащить его назад. Тут будет моментальный стан от MP. И Пайкат погибает. Воровный Shadow Race от Ябзора. Это минус 3. Еле живой клок. Все остались целыми. 6. 0. 4. Статистика у парня на Рубике. Почему его не банят? Батя? Кого? Ябзора? Он батя. Да, мы комментировали, когда против Empire не играли. Это был первый день Ябзора фактически в Сикрет. Одни из первых матчей. Мы обсуждали. Да, нет. Хороший игрок, нехороший. Блин. Отличный игрок. Реально отличный игрок. Он хорошо микрит. Да. Ну, типа, мне сложно пока оценить, как он чувствует карту и тому подобное. Потому что я видел, где он откровенно плохо это делает. Когда он подходит и умирает. Ну, даже в предыдущей игре. Просто, ну, под тавером стоит. На него пять героев идут. Ну, да. И он надает дуэль, действительно. Ну, это очень детская ошибка. Но у Микрит он неплохо. Да. По крайней мере на Рубике. Ну, у него есть пупи, он должен умирать. Если интересно, почему Рома сказал эту фразу. Мы играли против ГКВшку. Рома был Урсой против Ванны. Она была на Алхимике вроде. И он его три раза убил один. Ну, и просто на третьей минуте Алхимик ушел в лес. И это было к тому, что даже я убивал его. Даже. Так, МП. Бегает, быстро бегает. Не видно Санейка. Пытались затянуть. Есть дасты, не достали. Еще завтра их дали эти дасты. Но нашли Пайката. Пайкату не страшно. У него с Армором все в порядке. Вряд ли будут врываться сейчас в МП. Хотя до реинкарнации еще целых 120 секунд. Очень нужен блинк сейчас в МП. Чем быстрее, тем лучше. В атаку идет команда Нави. Генерал-то. Есть трек на Пупея. Генерал. Генерал. Есть семечка. Ой-ой-ой. Как же его там развалило-то генерала. Моментально просто. Бивер подставляется тоже. Должен уйти Бивер. Трепа взорвалась. Есть рефлекшн. Санейка. Видно, нет. Просветили. Теперь он замедлен. Есть рут от Пупея. Можно его добивать. Он армированный, конечно. Но тычка с мылда. Санейка спрятался. Мидван получает колбу. Он треком подсвечен. Еще один трек. Добивает его Мидван. Зачем там появился Баунтихантер? Мидван пока живет. Пайкат начинает наваливать. По трекам не спрятаться. Мидван зафейлил, конечно, очень серьезно. Здесь запрыгнул в эти елки. И отдался ни за что, фактически. Ну и ответочка от Нави. Ну, там его просто сбрило. Викидсик был. Викидсик был. Сейчас минус ВК. А, не будет минус ВК? Ну, минус Тавра будет. Слушай... Нави в плюс. Нави в плюс. Под треками, конечно, Нави в плюс. Забрали Кора и забирали еще и вышку. Которая достанется Пайкату. Какое-то противнимание. Потому что тупо размен 0 в 2. И ты просто стоишь и бьешь Тавр. Все, тебе ничего не надо. Ты просто стоишь и бьешь Тавр. Ну так вопрос там зачем? Зачем прыгал туда Мидван? Я не знаю. Это ужасно. Пупи, наверное, горит опять. Так, МП. МП. 40 секунд до реинкарнации. Есть Блэйд Мэйл. Здесь же я обзор. Украл батарейку на развороте. Генерал... Ай-яй-яй. С мячом ко мне придешь, от мяча ты и умрешь. С батарейками ко мне придешь. Да. Я тебя и замучаю. И где-то сдох Вибер. Опять два героя умерло. За что? Команда не собиралась туда идти. Почему туда пошел генерал? Почему туда в соло пошел разбираться? Не, мы не вдвоем шли с Цемкой. Но потом Цемка как бы... Такая себе компашка возле вражеского шрайна, если честно, Илюх. Идти с Цемкой разбираться с кем-то. А я бы пошел. Ну ты-то понятно. Мне больно смотреть на то, что игры превращаются в игры ошибок, а не в игры, типа, хайлайтов. То есть, ну, круто смотреть за даты, когда, ну, люди сделают крутые вещи. Видишь, в чем самый главный... Вот сейчас закончится драка, я тебе объясню, в чем самый главный плюс твой в нынешней ситуации и минус команд в ситуации, в которой они сейчас находятся. Сейчас драка закончится. Смотрим. Дэнди подняли. Клокер хорошо. Строго, троих, стяжка на стеночку от Кизу. Ультимейт от Дэнди имеется. Дэнди погиб от не ультимейта. Эта смерть его была, простите. Иииииии... Ой, рейф, ой, рейф и бивер здесь погибнет. Бивер здесь погибнет. Санейк они преследовать не будут, они просто пойдут забирать решена. Да. Так вот, проблема в том, что команда Virtus.pro хорошо выставит на последнем турнире, автоматически получает приглашение на все турниры и может спокойно отдыхать и готовится к эпицентру, где максимум в день будет сыгран только один матч. у каждой команды. Даже если это будет гранд-финал, это будет чисто гранд-финал Best of 5 в один день. Поэтому вам сейчас удобно и хорошо. А вот команды, которые плохо играли в последнем сезоне, вынуждены сейчас отбираться на все турниры в мире. Для Na'Vi это уже пятая карта за день. Не, шестая, простите, карта за день. Для Secret это шестая карта за день. Тут Санек убил Курьера, 1900 голды. Молодец, улетает. Ты сам знаешь, что такое играть шестую карту за день. И если бы это был только сегодняшний день? Да, это уже неделя. Помимо кучи официальных игр, еще идут тренировки. Тренировок тут сейчас никаких нет. Идет этот марафон. Это и есть тренировка. По сути, это и есть тренировка. Я ничего не буду говорить, потому что это давно уже происходит. Я не думаю, что это сильно связано с количеством игр в день. Это просто общий уровень. Ну, может быть. Может быть. Никто же не спорит. На мажоре мы тоже видели веселье и в плей-оффе и где угодно. Мажор, это немного другое. Это, ну, здесь ты не сидишь на сцене перед аудиторией и у тебя руки дрожат. Здесь ты, ну, просто типа дома или там на буткемпе по кайфу сидишь, играешь квалы. Но это финал, как бы, квал. И для Na'Vi невероятно важный матч. Супер важный матч. Хорошо, просто когда мы квалы играли, было все по-другому. Мы просто сидели и рофлили. Ну, простите, вы играли квалы с Анейка, бутепросветка, очень долго реагирует Рубик. Они его замедлили, они его замедлили, все нормально. Они его видят, поворот не туда, нет, туда, видят, 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 видят. Все, уже сейчас просто кончится даст и он уйдет в инвиз еще раз. Ну, да, он просто уже не в инвизе, поэтому бежит быстро. Зачем ты вошел в видение? Все нормально. Нет, закончился даст, все он правильно сделал. Я не знаю, почему так долго реагирует Рубик. Смок спал в проходе. Они не знали, в смысле, они не знали, где он? Там совсем супер неочевидно. Так нет, прошло 2 или 3 секунды и он нажимает даст. За это время уже спокойно мувы сабаунтихантера. Ну, вдруг сейчас хайграунд отреклись, значит. Да, бывает и такое. Мы же знаем, какие бывают там, ну, моменты, ты, ты, прекрасно помним, как топовые команды просто-напросто в иллюзию там давали станы, РП, смок. Топовый катер-альянс? Много таких команд было. Я уверен, я и и УВП могу такое найти. Сори. В медиа, экшен сейчас может быть. Виталий пытался закашлять, я могу и УВП такое найти, но мы все равно все разобрали. Я могу, УВП фейлы найти. Я могу, 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 ну, надо поискать хорошо, но я думаю, что найду точно. Где-то на ком-то Кубке России, я уверен, что были какие-то моменты. Я не пытался закашлять. Все, мы спалили, тебя не надо. Это у меня сезонный. не нападение. А, нет, не нападение. Сезонный, это по мейджорам? Не, ровно год назад в эти дни проходил эпицентр, как раз таки с 9 по 12 мая. И, если ты помнишь, тогда я тоже болел. У меня, блин, в мае всегда первые две недели это беда. И, учитывая, что огромное количество игр, я не могу отлежаться там и выздороветь. На самом деле, нужно не заболеть, когда плюс 20, а потом снег. Да, это полный. Я писал уже в Твиттере, что было плюс 25 целую неделю, а потом, как только я сдал машину и пошел на работу пешком, пошел снег. Ну, это нормально вообще? Вот и все. ГВП. Комментирую вот с чашкой горячего кофе. Не зимние ли вы люди? Не зимние. Ну, мы же не хоккеисты из суток, да? Так, ну давайте, драки какие-то нам нужны. Так, Санейка, снизу. Пошел ТОС. В чем была задумка, сейчас же будет ДАСТ. Ну, нет, нет, ДАСТов, нет, ДАСТов. ДАСТ, невидимый, неуязвимый. Да, 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 я тоже придерживаюсь такого плана на своем ММР. У меня просто чуть меньше, чем у этих ребят. Ты уверен? Ну, я не знаю, если кто-то из них попал в трубу. Питие нападения. Их засосало в 4000. Так, ну что, игра супер ровная. 300 голды. Разница сейчас между Сикрет и Нави. Нави убивать будут? 5-16. Где фраги Нави? Зачем? А из чего потом хайлайтики лепить Дэнди? Ну, это такое, там на лето. Им здесь очень сложно сейчас. И ближайшие минут 10, я думаю, будет очень сложно. Окей, если мы говорим про лейт, про серьезный лейт, аа, хорошо Санейка, очевидно. Да он режет этих драконов и режет просто. это работа его. Вижен стоит, все нормально, и делается абсолютно верно. Тауэр на топе падает, Сикрет в миде, попытается ответить. Если смотреть супер вейт, мне кажется, Нави без идеи должны побеждать, потому что они, ну, банально герой сильнее. Так. Санейка, бежать отсюда, дасты есть? А подраться, а подраться, тут рядом команда, генерал уже здесь, Кизу, хорошо. Нет, не убрет. Хорошо, форстав ушел. Хороший спейс. Это 9k, ребяточки, это 9k. 9500. 9500, извиняюсь. А вот это вот нечестно сейчас было, по-моему. Это нечестно было с стороны Санейка, зачем давать этот тос в рефракшн, это ничего не наносило, абсолютно никуда. Ну, это было сейчас очень красиво в крип ап, прямо очень красиво, я обзорся. Пайката, нужного, поднялся. Надо всех убить здесь. А, форма закончилась, но тут теперь надо как-то выжить, потому что Пайката сейчас будет рутировать, В нужный момент он получает тонну демеджа И никого Сандера не будет Потому что с вакуумом закомбинили Это поважнее, конечно, будет фраг Чем на Санейка снизу Но, блин, куда же ты так забежал-то? Пиджей И сидеть Почти минут в таверне Приходится ему сейчас В то время как команда соперника подфармливает И мы видим темпларочка Та самая темпларочка У которой был 2-1 крипстат на 6-й минуте Имеет всего на 200-300 голды Меньше, чем Тенди Рейс Кинг хочет купить себе Радианс И правильно делает Здесь весь урон практически с руки И если будут хотя бы миссы проходить от него Это уже большая польза Так, Солар Крест начинает собирать понемножечку генерал Правильное решение Сейчас быстро крипчиков заберет Я думаю, и будет уходить леса оформить Возможно, даже вражеские Да, вот они эншенты И он выходит на первую строчку Нетворца После такого-то старта Что я говорю, герой очень быстро разгоняется Прям, ну, невероятно быстро Да, ну что ж Тысяча голды, преимущество у Сикклина Кое-что вышли они вперед Чуть ли не впервые в этом матче Уверенно так Походу умер Аквар Оп Оп Ну, тут никуда уже не уйти Ну, подтащить его в баку О, трек отдал Трек, еще его и подсветили Темпка идет и Кокверк Развернулись Да, вот то, что трек отдал Это плохо в ближайшие пару минут будет Тут врать скинг, один из четырех А ну Пошел Бивера Бивера разломает, скорее всего Ай, хорошо Блэд Мэйл Разломал Бивера Болл И СФ Блэк Кинг Бар Хорошо Ультимейт Есть Корни МП МП Живет Живет Ливинг Армор Работает на нем Генерал пытается догнать МП Но тут же Пупи Стан залетает Ну и Пайкат дерется как лев львины Один против всех погибает Байкат Мидуан просто истребляет людей Это 0 в 4 Дэнди за МП добивает все-таки его Но не отпустят здесь Дэнди Мона Есть ТП от Баунти Хантера Дэнди По трекам Его видят Его просто видят Его будут провожать Они все по трекаме умерли Они все умерли По дворовой Там еще и Санейка зацепили по трекам Но это просто тонна денег 4200 преимущества моментально Это размен Я даже не знаю сколько в сколько 6 в 0 Нет, там убили 6 в 1 Никого больше не убили Дважды ВК убили Убили ВК Выбили один раз ему ультимейт Второй раз просто убили А погибли все А Санейка от важный Этот трек сейчас наверное Тысяча полторы денег принес Может даже больше А больше И самое главное конечно Вижн То что он давал по всему файт Вот этот бешеный мувспит Тому же Мидуану Который бегал И расстреливал Ну куда? Выживет хотя бы здесь? Выживет, выживет Хотя Пупей рядом Пупей Пупей Проблемы могут быть Пупей Быстрый генерал на него Прыгает Есть дасты Ну и не отпустит Отсюда Климента А дальше Тереблейд за Рубиком Так Тереблейд за Рубиком Свой Пупей Ливенгармор на себя Бежать Бежать Рокет ЦМК Новый Год Пупей Он ушел Да? Паут Ливенгармор обновил и пошел Сейчас опять будет Не, ну добьют Трек дали Но он все равно Очень быстро бежит Он очень быстро бежит Можно кто-то засейвит Пупей Алло, ребята Он уже полчаса тут бегает Рут И он уйдет Понял Не надо никакой хэл Климент сам разобрался Тренд протектор Такой цирк Просто ушел пешочком Называется Из-под вражеского Т2 Я дерево с транквилами На 28 И вы меня не убьете Простите Я очень сильно закашлялся Да Тут много зрителей Я думаю в этот момент закашлялись Да Это было весело Господа Это было действительно весело Все, хватит нам его показывать Давайте нам еще кого-то Или наш обзервер просто ушел куда-то Он тоже закашлялся, наверное Да, да По поводу замеса Мне кажется, наверное, могли хоть Ну, типа, получше закончить этот замес Если бы они все поверили Хоть немножко Там СФ дал три удара С ДТ Ну, в БМ У него ХП не отнималось Но он почему-то стрейфился от ВК А потом почему-то решил к нему подойти Ну, то есть Если бы они поверили в себя Я думаю, они бы Есть Кукшот Своровал, если не ошибаюсь А, нет, нет Батареечки Генерал Замедлили Пайкат Форма провязана И ДДС Никто драться с ним, понятное дело В этот момент не хочет Хотя, пупей, говорит Я не прочь Так Кстати, преимущество у Сикрет Не такое же огромное То есть после драки Оно было там больше 5000 Сейчас опять на 4 упало И самое главное Что Нави-то будут догонять Если Сикреты ничего не будут делать Поэтому Тут еще играть и играть Несмотря на счет 24 на 7 Ну, Сикреты сейчас должны пойти поломать Например, Т2 Форма закончится у ТБ И без формы Я думаю, драться не готовы Нави Как ни крути Ну и вот он смог Кук нажали Хотя, под Т2 А Нави нигде не видят Никого Ну, там на топе, кстати Пока они этим будут заниматься Быстренько линию распушат И Террораблейт Чуть ли не на хайграунд Может зайти Да не Он не распушит линию Слишком далеко Он боится Он боится Он не видит никого Ну да Триггеровые команды Нави мы видим на базе Пайкат в лесах Косанэка на линии Ну, вот Мидван Показал себя Забрать Т2 Как я и говорил Формы нет Бояться особо нечего У них Хезу готов врываться У нее имеется вакуум Сырик Мидван Быстро Равняет вышку Да Опт светили треком Залетают ракетки И ничего страшного Гем появляется У Валентихантера Перед него не скрыться Пайп Мека Грифсы Хочешь дирекция себе купить? У меня просто и Мека И аркан Бутсы есть Ну что Будут заходить Или Или просто тянуть сюда Главный пайкат И мне так просто зайти У них вроде есть Товердемэш Но там хороша От спам От иллюзии Потихонечку Потому что топ Хотя Не получится Ничего так Сделать Ты играешь против дерева Такие стратегии Не работают Когда иллюзиями Можно по 50 хп вышку Коцать И в итоге Забрать ее Зажимается Зажимается Немножку Нави Нельзя им этого делать Ни в коем случае Они прекрасно Понимают Что если они будут Вот так вот так Как-то группироваться Возле своей базы Состоять То не получится У них отыграть Вот Самое преимущество Которые заработали Сикреты Мидас Работает На клакмерке Да нет По-моему Все нормально Делали До этого момента То есть Работает С плитив Топ Герои Вот только сейчас Показались Какие-то Надо продолжать Что-то такое Делать Ну и в принципе Они это и делают Денги быстро С плит Все хорошо Так Пайкат Тут очень много Игроков Просто я смотрю Team Secret Врваться в него Не будут Нет Не хотят Прыгать Пайката MP На хосте Забирают Вражеские Леса Т3 пока стоит Но вот они решили Т2 забрать Шрайны в безопасности Залетает сюда Ракетка Ну целей-то просто Действительно Больше нет Смог Хотят драться Очень Тайги сам Короче Как я вижу Дракул Кто как наживет Кнопки Тот и выиграет Если хорошо нажмут То они могут выиграть Если они хоть Где-то накосячат То их беззадей Сотрут просто Так Рефлекшн Фокверк Хорошо В Мидвана Нужны треки Денди подбегает Генерал Очень много Втанковал Генерал может умереть Есть форстав Убежал Кизу Ничего не может сделать MP далеко пошел MP теряет первую жизнь На ровном месте Денди Денди отрезан от команды У Денди могут быть проблемы Денди включает БКБ Дает рут Сбрасывает себя Тут же моментально Его монтуют Бегает Денди отсюда Есть тяжка По трем героям Навис Забрали моментально ЦМку Это не проблема Ну и Пайкат Наваливает сейчас Не смогли добить MP Пайкат пытается уйти Санейка ничего Здесь не может сделать В этой драке Пайкат прогоняет Генерала прогоняет Пайката добивает Первый раз Но формы не будет Формы уже не будет Это проблема Есть байбэк от Crystal Maiden Баунти Хантер тоже погибает Мидван дальше за Пайкатом Солдер Крест На него повесили Его не пробить Ну и очередной Ливинг Арморный MP Четкая драка Четкая драка От Сикрет Ничего не потратили Убили трех героев Байбэк ЦМ Развели на байбэк Crystal Maiden Можно было сделать Не четко Скажем так Не ну можно было Сделать все не четко Так как бы добили Если бы там Рейскин Га Сходу чуть бы хватило Дэмэджа Возможно там генерал Бы как-то лучше Отрезал людей Но здесь Это уже не от Сикрет Зависит Это уже полностью От Нави А что мы видим Сейчас закончится Хороший свап ХП с МП был Но не получилось Добить его второй раз Скинули вниз Генерала Влаком Генерал успеет ли добить МП Кучу урона получает Есть ли реинкарнация Реинкарнация есть Быстро кэдэшится Уже 18 уровень Так что Реинкарнации нету генерала Это проблема 20 рэнжи Он вкачивает сейчас Прыгает МП на хайграунд Надо наверное делать байбэк Здесь генералу Если будет продолжаться Осада вот этого В исполнении Сикрет Так пытается Формы нет Сложно конечно Пайкат на лоу граунде Мид 1 Отбегает Без маны Мид 1 И отбивается Нави Отбивается Нави Не будет Тратить здесь генерал Байбэк И это наверное Хорошо Как замес начался Опять же Тотальная Диспозиция Потому что Герои очень странно Стоят Летает Клокер Один в пятерых Типа развлекать Когда ничего не происходит В этот момент Дают ему какие-то скиллы И начинает бить Сефа Клокер просто умирает Ну не за что Просто умер И Начинает отходить По одному Сэмко Фризингфилд Даже не начала Кастовать В той драке Она вообще в спине Бывает Ну то есть Короче Очень странно Но Нави сделали Да Действительно Так драки Конечно не выигрывается Посмотрим Что дальше Очень хочется Эскаде вынести Пайкат Но Еще далеко Да Эскаде Преимущества У Сикрет Уже огромные Уже более 10 тысяч И Артефакты хорошие Начинает появляться У них В то время Как мы видим Что тут Тут по прежнему Сулокреста нет Мало киллов У Нави Они даже под треками Ничего заработать не могут 7 убийств Всего за 35 минут Мы видим то что Баунтихантер тоже В бедноте живет Ему Получать бы За счет треков Денюжку Собрать всякие Сулокресты Мейки Может быть Грифсы Киты Но Ничего этого нет Мне кажется У Сикрет Под треками Фрагов больше Чем у Нави Определенно Пайкат Пупей его показывает Можно сбивать ТП Пошел Сид Подходит сюда Дарксир Ставится стеночка Можно его затянуть Назад туда Ну да В такие моменты Леха говорит Ой ребята Мне кажется Все И все И говорит еще А за мне 290 монет Дали Все хорошо Действительно 290 монет Но не все хорошо Лучше проблема Да Но проблема в том Что когда Леха это говорит Это одно Он играет На Угрмаге Проблема Проблема Пайкат Хорошо что Хотя Нет Не дойдут А хайграунда Там линии Просто отпущены Вот уже подходят Крипы Дарошан осталось Совсем немножко И это довольно важный момент Без трабойда Очень тяжело Отспамливать Прям капец тяжело Так придется Тратить байбэк Хотя 30 секунд Я думаю Не будет нажимать байбэк Потому что байбэк Будет означать Следующий файт Его просто фокусит И Это гг будет Ну тут падает Т3 И начинает падать Броши отдать В сторону отдать Да Просто отдать Будет На ави впрягаться Посмотрим Еще прикол в том Что Обычно Под что-то Байбэк То есть Что-то начинает происходить Ты юзаешь байбэк И вот ты типа жесткий Ну типа в замесе уже И нормально И тебя никто не фокусит А здесь ты просто Сожмешь байбэк Ну и ничего не происходит Клокерк может лететь Но продолжения нет Это не Магнус РПФ Там в четверых Это просто Просто Клокерк Здесь теперь можно будет Шрайны забирать Сикретом Нас забирают Шрайны Сейчас пойдут Убивать Рошана В скором времени Но там Довольно Большой таймер Так что Придется еще подождать Смог нажали Кстати Смог отчаянием Есть форма Есть все Спалились они в миде Так что Вряд ли кто-то их прокликал Так Тут в разнице не будет Сцепить Может быть Ябзора Толпа народу Есть замедление Дэнди Попытка скастовать ультимейт Ультимейт должен быть скастован Хезу Остается без мана Ударился в Абхоге Попытка зафокусить Ябзора Ябзор должен погибать Погибает Ябзор Пока минус Рубик Хезу пытается уйти Есть ли чем его остановить Кристалл Мейден Тоже в таверне Хезу расстреляют Просто в форме И минус 2 Хороший выход Действительно хороший Два фрага заработали Хороший тайминг Там еще Пупеи Поцветили Он под треком Конечно Но слишком быстро бежит И сбить ему ТП нечем Дэмэджа у Дэнди Сейчас не хватает Чтобы убить дерево С трех тычек В Райс Кинга не было Очень хороший тайминг Сэйли на Ви Но толку-то Не особо много Рошан Кстати появился Будет пытаться Ловить МП Но генерал Не стал прыгать А вот этот Пайткат Хорошая идея По-моему Абсолютно правильно Тут СФ нужен Срочно С своей аурой С своим дэмэджем Потому что Сам он будет Очень долго Этого Рошана бить Да и форма Быстрее закончится Чем он его убьет Уже по-моему Закончилась Вот он СФчик С Дэнди Дела пойдут Намного быстрее Так Идут сюда секреты Появляется Рубик Может прилететь на шрайн Он уже летит на шрайн Успеет ли что-то сделать секрет Генерал стоит в защитной Акоге И отбегает отсюда Просто-напросто Команда Нави Пупей Обзор Прыгает толпу Пупей Семечка в Санейка Пошел трек И трек тут же Ворованный очередной раз Санейка Никуда отсюда не уходит И Трек по-прежнему Имеется у Ябзора А да Еще Клаквер погиб Я даже не знаю Стоил ли Стоило Стоило Отданный трек Сейчас Да нет Да Если бы Акбар сыграл Немножко лучше Он убил бы этого Рубика Это было в принципе нормально 2 в 1 Мне кажется Там Генерал тоже Мог выжать У него есть ульт Он мог Выжать Да Но кстати Сейчас проблема Потому что 29 секунд без Санейка Ну Генерала выкупаться Наверное не надо Тут все-таки Бэкдор пока работает Через Бэкдор Быстро А вот уже отключился Бэкдор Есть Глиф Через 10 секунд Будет Генерал Дэнди Ябзора так не перехитрить Медвана запрыгнул Дэнди Под треком Приходится использовать Шрайн Бивер Получает Станчикову Сейчас тоже Ябзор наверное Подсветит Падает вторая сторона Баракам очень больно Пайката подсветили Пупи рядом Медвана надо как сейвить Есть хукшот В МП Надо ставить Коги МП оттолкнули Медвана Попытка зафокс Очень быстро Пока Блэкингбар работает Дэнди запрыгивает Наперед Получает рут Попытка скастовать Ультимейт Дэнди Блэкинбар работает МП МП можно размотать Но это только реинкарнация Пупей подходит Посадил семечку И Медвана издалека Настреливает Дэнди Взорвется скорее всего Но это только дропа Егиса Можно продолжать драку Пайкат Отбегает Санейка Нужно раскидывать треки Срочно Чтобы мувспид был Взор Ворованный ультимейт От Дэнди Но это совсем жестко Зарезал дэмэдж Медвана пытается Убить Пайката Есть свап ХП Пайкат Получает микробаш От МКБ Запрыгивает сюда МП Будет листанчик Есть форстаф Пытаются его спасти Хезу убегает отсюда На Сержа Ну и наверное Секрет отступит Сейчас байбейки выбили И смысла драться дальше Наверное нет Генерал Генерал далеко После байбэка Медван Гадлайк Ай-яй-яй А теперь Никто никуда уходить не будет Так Д3 падает Бараки Бараки в миде голые В форме Пайката И инкарнации есть Так что можно Разок погибнуть Ничего страшного не случится Ну нужно отойти Вот сейчас можно Отойти Даже нужно Чуть-чуть подхилиться Да и Вернуться через Прямо сейчас Почему бы и нет В идеале Мне кажется Дождаться Пока форма закончится У ТБ И просто заходить на хайграунд Без формы Ой Дабл дэмэдж валяется На верхней руне Медван Надо туда быстро сбегать Взять этот дабл дэмэдж И побежал Медван Побежал Медван За этой руной Вард Саид Заберет ее И можно будет подраться опять Ну уже 30 тысяч преимущества У команды Сикрет Я не знаю Какое чудо должно случиться Чтобы Нави Отвернулись Я думаю что Ну стоит отдать должное Нави дерутся Нави дерутся Но мало убивают 9-34 Мы только сейчас Вспоминали греков Которые закончили 6-34 или 36 Я не помню Да 6-34 там Близко к тому Да Оранжевый барак Сейчас упадет Несколько тычек Медван Кезу Медван достреливает Еще тычки не хватает Бараку Подтащили Дэнди Зайвейдил стандартам МП Подсветили треком Генерал Не проще Наверное ворваться Но дальше то что делать Когда он ворвется Ну сейчас Формы нет Все И как драться Нави Вот в чем вопрос Пей стоит в хорошей позиции Блинки там всем поприлетали Ворваться всегда можно Заходит МП 20 лвл уже Рубик Тычку по баракам Отпрыгивать Но барак регенится Хотя урон он наносит Конечно на больше Но Рубик кстати сандра есть Поэтому он сейчас будет Делать небольшой Оп Оп Форстап Добили барак Пытается убить генерала Генерал успеет ли что-то сделать И ничего не успевает сделать Генерал абсолютно Кроме того что поставить Коги Ну и сидите 50 секунд в таверне Падает барак И остается только два барака снизу Есть стяжка от Кизу В никуда Потому что продолжения не было Но самое главное Это отключение внимания снизу Пятый барак Упал Ну и последний остался Последний барак За который конечно будут драться Нави Вот забрали один раз МП Медуан готов рываться Подняли пайката МП Продолжить стан надо Солокрест висит С двух сторон на пайкате Последний милишный барак За который цепляются Нави 35 тысяч преимущества У Team Secret И Отходят пока Но я думаю ненадолго Вряд ли они хотят отступать Они прекрасно понимают Что выигрывают колоссальное количество У них ресурсов намного больше Для того чтобы сейчас закончить Транквилы появляются у Баунти Хантера Великолепно Ну что Как есть Как есть да Нечего добавить У Рубика Гоним Ну и спокойно Здесь в принципе КП преснулся Да Оп Оп Вот так МП Там реинкарнации есть Так что он ничего не боится Дэнди Не будет ли Ру Дэнди кучу урона Наполучал Хезу Надо бы вакуум сделать Там БКБ нажимается Отпрыгивает оттуда МП Мидуан в это время зафокусовал В очередной раз Клокверка И просто уходит Пайкат сражается Вакуум по четверым Пошел Пайкат получает стан И можно разматывать Есть щиток на МП Есть свап ХП Ой хорошо Ой обзор Ой обзор хорош И обзор действительно хорош Летает он там в ветрах Убили тренд протектор А в очередной Не знаю Это форма у Пайката Поэтому надо опять подождать Ну вот я обзор запрыгнул Пошел станчик Пайката Зафокусить хотят Очень быстро Нет свапа ХП Он пытается забраться На хайграунд Есть трэпа И есть тычка Нет Вот делает байбэк А толку-то от этого Формы уже нет Мидуан кстати От своих иллюзий Очень много наполучал Барак стоит Да На МП Решил еще раз подраться А ты выйдешь МП погиб Очередной раз Не до конца И обзор запрыгнул Много дэмэджа получал Уходит с форстафа МП идет вперед Идет вперед Стан по Дэнди Дэнди пику Дэнди Все Нет байбэка Нет байбэка Падает последний барак Это мега крипы От Team Secret И наверное мы сейчас увидим Заветные две буквы Потому что здесь уже У Нави попадаться не получится Формы нет 40 тысяч преимущества Такое Как говорит Виталий Иногда не отыгрывается И в этот момент Это начинает отыгрываться Нет Такое не отыгрывается Хорошо Гот гейм Ну что Можем сказать Нави падает В нижнюю сетку Нави будут играть В финале Лузеров Против лучшей команды Из четверки Сингулярити Вега Альянс И Эмпайр Ваши ставки Кто будет Я думаю что Если честно я думаю Эмпайр Я не знаю почему До гранд финала доберутся Нет я имею в виду С Нави будет играть А С Нави Мне кажется Вега Вега Ну Вега Вега сегодня играла Против Нави На саммите И Нави выиграли 2-1 У них Мне Вега не понравилась В этой серии Вот сегодня против Нави Но потом они играли с эффекта Эффектов они переиграли Конечно без шанса Ну там плохо играли эффекты Они там две стороны снесли И проиграли игру после этого Давно это было Вега Интересный прогноз А ты на кого Витя Давай На Алик На поляков Я посмотрел что вчера делали Альянс И у меня как-то язык не поворачивается Поставить на них Ну вот Вега или Эмпайр Я даже не знаю Если Вега соберется Перестанут они Ну вот С Нави Как они там Блотсикеров Вот этих в кейре пикать И так далее То я думаю что Они вполне могут добраться Снова до Нави А там уже И проиграть Ну я не знаю Проиграть или нет Там в принципе Они себя неплохо показали Даже в какой-то момент Но Мне что-то кажется Что гранд финал Будет опять Секрет Нави Да Я тоже так думаю Да Нави смотрится чуть получше Всех остальных команд Не считая Секрет Редактор субтитров А.Семкин